всем привет дорогие друзья с вами я александр михленко и сегодня я вам покажу жилье в ялте свой номер который я снял за 800 рублей в сутки начнем мы свое путешествие по улочкам ялты вы просили их показать и придем прям к номеру заодно и посмотрим сколько от номера до набережной минут ходьбы я сейчас иду с набережной и давайте будем идти заодно посмотрим на ялту какая она здесь кстати установили светофор теперь удобно переходить и знать что вас не собьет машина потому что летом его в начале это не было и машины то не тормозили то не пропускали то люди кидались в машину в общем по-разному все было сейчас более-менее все нормально здесь еще обратите внимание ялта красиво и такие красивые сооружения но мы пойдем по такой ялте которого на счет не показывали спасибо все чисто люди идут на работу сейчас 5 утра в ялте как видим дождик вот этот крокодилляриум все вы его прекрасно знаете нам нужно вот сюда здесь вроде бы все хорошо пока все красиво все чисто все убрано но потому что это вся территория находится возле набережной многие писали александр покажи не только набережной другие улицы как они выглядят потому что они якобы не так чисто и так убрано как на самой набережной и это действительно правда сейчас будет пути показывать все рассказывать так нужно смотри чтоб машины не разбивали потому что здесь летом тоже обычно парковка заняты данная сейчас занята все места посмотрите все места заняты я кстати остановился на улице дрожжинского 19 вдруг кто захочет остановиться в этом номере на я чё-то сомневаюсь номер для одного человека он супер скромный супер экономный и стоит 800 рублей что не так мало для него если такая-то стройка строят новую гостишу какую-то элитную либо квартиры на продажу 300 квартир и так мы уже отдаляемся центра набережной чтобы посмотреть на улочки ялты насколько они прекрасно как они говорят вот такая стройка смотрите там через пять лет будем смотреть что это здание будет готово там будут жить возможно вы там будете жить это купиться квартирку так что здесь здесь уже у нас начинается брать внимание на стены все стены расписаны каких-то граффити каких-то тегах и это только начало у нас идем в подворотне ялты только правда про ялту я все про крым кстати нужно отдать должное уборщиком потому что каждое утро если выйти в 6 часов утра набережную то там кипит работы набережную убирают так здесь у нас уже что-то непонятное это мусор шины на свадьбе убитый тротуар здесь уже начинается настоящая и ялта ту которую не показывает ялта на андроид влага в ялте задумались поставить вот такие штучки желтый для людей с ограниченными возможностями кто плохо видит это очень хорошо и все же замка любишься отклеены объявлениями нарисованы граффити и вот это мне будет всего нравится смотрите вот это здание полностью разрушена натянули у него полотно типа типа это здание смотрите сверху ракушняк просто висит люди не боятся ставить свои машины потому что не дай бог будет сильный ветер с доли тракушняк на машину разобьет и это в лучшем случае осень человека подетонуще пострадает так здание чтобы понимали с этой стороны видите полностью разрушена внутри тоже там системы уже обвалились крыши нет вот вам ялта мы только сока 5 минут от набережной только отошли идем дальше здесь более-менее ничего домик такой принципе неплохой современный красивый стоит многоэтажный так переходим вот и шифон на переходе здесь садовники подстригают кусты тогда что нас тут не сбили нужно пройти сюда какие-то работы ведутся так куда мы вышли там есть дорога люди бухнули оставили за собой мусор не выбросили идем дальше пакеты с мусором в ялте первый раз такой вижу вот так люди до урда мусорных баков не доносят это мусорные баки не совсем недалеко донести не сложно менталитет людей мусор не выбрасываем вот смотрите клумбы просто завалены мусором бутылками салфетками пакетами вот он менял то здесь пешеход просто убитый как здесь на коляске можно проехать тоже непонятно скорее всего никак и нужно искать на другой стороне пешеходного перехода потому что улочки у нас очень узкие благо стоят такие по пути урны но люди все равно то не выбрасывать свой мусор так идем дальше у меня все ворона здесь конечно нужно начинается чудо архитектуры на этих улицах здесь еще более-менее чуть дальше пойдем покажу вам что там творится вообще ну все это те самые знаменитые улочки ялта как видим люди ходят уже в куртках потому что холодно на улице дождик и зима на носу у нас но здесь еще более-менее кто-то пытается украсить выставляет цветочки доска объявлений жесть мы движемся вот смотрите какая улица улица вот такие здесь домики балконы кто в лес кто по дрова глаза режет это вся реклама в общем никакого архитектурного стиля здесь нет соблюдено выглядит конечно ужасно настолько ужасно что прекрасно а вот так вам ялта которую не показывает так давайте идти дальше вот здесь ночью идти вообще страшно потому что я обычно возвращаются съемок ночью и здесь друзья нет ни одного человека горят фонари и возле магазинчик это сейчас его покажу кстати тасуется одна лакошня там алкоголь по ходу продают 24 часа в сутки хотя разрешено только до 23 00 так что нужно будет до проверку хотя все куплено все и так знают я думаю вот кстати отсюда видно море жилье недалеко от моря находится тут буквально 6 2 спуститься буквально три минуты и вы уже на массандровском пляже находитесь поэтому расстояние до пляжа здесь очень близко до набережной конечно мы уже идем 9 минут в принципе днем выглядит все намного лучше я вам скажу чем когда вечером возвращался даже пальмочки у кого-то здесь вот растут во дворах неплохо так скажем так детская площадка конечно детская площадка под убитая сюда нужно новую детскую площадку чтобы дети нормально играли взял те есть хорошие площадки поэтому думаю не проблема будет и здесь такую сделать ой друзья нужно хотите увидеть мой номер мы уже приближаемся подождите немного все самое интересное настолько впереди еще будет обзор номера моего будете угорать на нем вот смотрите вот этот магазинчик которым я говорил карамель 24 они от него вот рядом виноград там где венцов продает контингент когда держись в 12 ночи в час ночи вот здесь уже начинается не курим так друзья смотрите какие здесь дали не на это знание похода заброшено стоит здесь все в тегах все в граффити в ужасном состоянии хотя вроде бы вечером здесь видел кого-то в окне свет но не знаю это я называю подворотни ялте подворотни и ялты особенно когда здесь идешь ночью люди пройдут машина проедет на ты сбила на это табличка на здании давайте прочитаем в этом доме с 1914 по 1918 год жил юрий дрожжинский активный участник революционной борьбы за установление советской власти в крыму семнадцатом двадцатых годах член крымского подпольного центра вот так друзья здесь творилась история и что сейчас мы видим с этим зданием вот она настоящая ялта естественно где мусор валяется бычки но мы уже приближаемся к нашему дому понимаете в каком районе чеки поселился не знаю элитный район или нет сами напишите пожалуйста в комментариях ну и здесь вот дружинского 19 мы сворачиваем в такую водородню где тоже куча мусора такие ступеньки ведут в общем сами видите как здесь вот она наша каморка под лестницей как у гарри поттера я не предповедите покажу я внутри вот в принципе такой номер конечно он супер маленький и на таких маленьких номеров еще не видел так сразу будем обзор делать здесь у нас зеркало лайк за этот ролик обязательно поставьте потому что стараюсь для вас так 13 минут друзья у нас дорога заняла 13 минут не быстрым шагом до номера вот набережной вот такой это коридорчик здесь у нас есть все необходимое так батареи тут очень жарко кстати эта отделка как в сауне действительно здесь когда приходишь улице очень-очень жарко нужно открывать окна либо включить кондиционер бога здесь есть кондиционер даже так идем дальше вот такая тумбочка холодильничек маленький есть микроволновая печь здесь что у нас такая полка здесь есть чайник так давай я здесь не могу разворота цепляюсь рюкзаком с нами слышите так спальня то сразу переходит наш коридор спальню вот такой стоит диванчик честно говоря мне здесь не хватает места потому что я оттуда до сюда упираюсь ногами в эту стеночку для двоих и не значим небольшого роста то вам будет здесь идеально если вся какие-то картины здесь тоже внизу у нас батарея поэтому зимой вам здесь точно холодно не будет поверьте мне телевизор есть я у не включал кстати так есть шкаф для вещей вот он в общем место даже не могу много зеркал чтобы казалось что пространство больше и друзья наш туалет ванная комната так заходим вы заходите сразу попадаете в душевую кабинку здесь становится становится и купаетесь вот такой здесь душ в принципе есть все необходимое какие-то там мыло шампунь и раковина здесь унитаз зеркало очень для есть все необходимое что вам нужно вот такой номерок отдал я за него 800 рублей в сутки но мне кажется что для такого периода осеннего это достаточно дорого за него можно было бы хотя бы 500 рублей взять это было бы идеальный вариант летом 800 за него наверное люди отдают еще и больше чем 800 потому что летом ялта завитое так вид из окна вид из окна у нас на решетке и на лестнице вот такой конечно не прикольно ставишься видите на чем для одного в принципе чтобы приехать в ялту потусить здесь пару дней я чисто прихожу сюда поспать утром ушел снимать вечером пришел лег спать мне этого в принципе хватило что касается хозяев то они очень дружелюбные встретили меня на автостанции ялты на машине довезли сюда все это бесплатно все рассказали все показали в общем хозяева здесь очень хорошие поэтому думайте на свой выбор будете становятся здесь не будете но что переночевать в принципе такого места достаточно но все показал вам номер показал вам обзор ялты немного прошлись по улицам посмотрели не туристическую ялту надеюсь вам было интересно поддержите ролик своим лайком подписывайтесь на канал распространяйте видео ролик своих социальных сетях и конечно же встретимся уже завтра в новом видео с вами был я александр михаленко всем пока